Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Положенные на сегодняшний день чтения из Евангелия от Луки, из первого послания апостола Павла Тимофею, очень важны и через них Церковь обращает наше внимание на то, именно какой должна быть Церковь в своей внутренней жизни. Потому что эти слова, и то, что мы читали из послания апостола, и то, что мы читали из Евангелия, они относятся в первую очередь к духовенству и к священному началью, как Церкви Ветхого Завета, так же все-таки и Церкви Нового Завета. Вот очень известная притча о виноградарях-убийцах. На самом деле есть как бы метафора истории спасения. Вот эти рабы, которых господин, хозяин виноградника отправляет к виноградарям, чтобы они дали плоды, они есть пророки, которые в течение всей истории спасения Бог присылал своему народу. Но эти пророки как раз и с ними обращались ровно так же, как с этими рабами в этом рассказе. И в конце концов Бог прислал своего сына, как и хозяин виноградника, но его убили, чтобы виноградаря его убили, чтобы захватить, присвоить себе виноградник. Вот об этом рассказ. И то, что Господь говорит о себе, становится очевидным в конце, когда Он цитирует такое место Священного Писания, камень, который отвергли заиздущие или строители, тот самый сделался главой угла. То есть Он Сам, который был отвергнут Церковью Ветхого Завета, Он и был, и есть, и должен быть главой угла в жизни Церкви. Вот читая этот текст так, как нам приводит его евангелист Лука, конечно, мы не можем не обращать внимания на то, что здесь есть некая, скажем так, градация. Потому что вот, когда рассказывается о первом рабе, которого хозяин виноградника отправил к виноградарям, вот его прибили и отослали ни с чем, а уже второго прибили и отругали, а вот третьего изранили и выгнали, а вот в конце концов сына убили. Тем самым Господь нам показывает, что есть определенная логика насилия. И когда человек входит в эту логику насилия, вот насилие становится все больше и больше. И в конце концов насилие овладевает человеком. И вот этим, и это и объясняется, такое немножко странное обстоятельство, что вот виноградари думают, вот это и есть и сын, если мы его убьем, наследство будет нашим. Конечно, это довольно странно, потому что тут нет никакой логики, кроме как логики насилия. Вот когда человек вступает в насилие, вот так и получается, что потом уже действует совершенно иная логика, именно логика самого насилия. И потому чрезвычайно важно нам с вами не впасть в насилие. А насилие бывает разное, бывает и словесное, бывает и психологическое. И очень часто, не замечая того, все-таки мы можем впасть вот в эту логику. И результат будет именно вот таким, как мы здесь читаем. О том же говорит послание апостола Павла Тимофею, который рассказывает о том, каким должен быть епископ и каким должен быть диакон. Это послание чрезвычайно важно, еще чисто по исторической причине. Мы видим, что, исходя из этого послания, из этого места и других мест, мы видим, что в первоначальной церкви вот был епископ и был диакон. И вот, конечно, мог бы возникать вопрос, а где священник? Дело в том, что епископ и священник – это одно и то же лицо. Весь первый век истории церкви, только во втором веке мы знаем, что там, где было больше, чем одна община в одном городе, тогда уже этот пресвитер, который как раз тот самый апостол Павел называет и пресвитером, и епископом, и эти два слова используют абсолютно как синонимы, уже потом в истории церкви епископ становится главным священником, скажем так, города. Но вообще-то изначально было не так. Но, как бы то ни было, этот епископ или пресвитер, а также и диакон, а затем дальше диакониса, потому что жены – это не жены диаконов и пресвитеров, а именно диаконисы, они должны быть безупречны, непорочны. И дальше дается описание о том, что должны быть трезвыми, целомудренными и так далее. Ни користолюбивы, ни сребролюбивы и так далее. И вот здесь очень важно, что сама церковная община, как мы видим, потому что апостол пишет своему ученику, сама церковная община должна наблюдать за тем, чтобы пресвитер, диакон и епископ, они действительно были достойными людьми. Потому что, если это не так, то все здание церковное не может держаться. Это очень важно. И потому так же важно нам с вами понять, как часто мы должны молиться о духовенстве. Потому что от жизни диакона, священника, епископа зависит в церкви очень много. Главное зависит, могут ли люди смотреть на нас и увидеть живое Евангелие или нет. Поэтому давайте будем объективно смотреть на жизнь церкви, на жизнь духовенства и священноначалия и одновременно будем, конечно, молиться об этом. Аминь. Спасибо.